И всем привет, ребят! С вами Мистер Майн Касси и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен старым замечательным ивентам, которые у нас, к сожалению, уже прошли в игре. Космическим замечательным боям, которые были у нас на Безумке, на Хоппера Рикошете. Многие захейтили данный режим, говоря о том, что он является неактуальным, неинтересным. Ну и вообще, как бы, ну никаким не динамичным, ну вообще шляпа полная, короче. И многие на нем не катали, но я, наоборот, вам могу сказать, что это один из немногих режимов, который в этой игре мне очень сильно понравился. И как спецрежим, я, наверное, для себя считаю, что это лучший спецрежим, который был за последнее время у нас в танках. Да, если у нас посмотреть, какие были вообще спецрежимы в ДМе, то есть у нас был Хоппер Рельса, у нас была Холли Рельса на песке, у нас была Воспасмока на мостике. Вроде больше ничего такого я не видел. Ну и вот появился у нас Хоппер Рикошет, посвященный космическим движениям в игре, в Дню Космонавтики. И сделали такой вот режим на стандартной актуальной карте Безумки, да. В чем же суть, в чем весь прикол? Голды Метеориты, да, многие акцентируют внимание на ловле своих золотых ящиков. Но я вам могу сказать, что здесь далеко не в голдах вся суть. Это тот самый режим, в котором можно было заработать довольно большое количество кристаллов. И если вы являетесь тем самым игроком, который не особо бегает за голдами, не особо смотрит за ловлей всех вот этих вот золотых ящиков, то, играя на киллы, в данном режиме в среднем можно было получать от 6 до 8 тысяч кристаллов. Да, понятное дело, что в последние дни это стало делать намного сложнее. Все-таки игроки тоже начали сами понимать, что здесь можно зарабатывать кри. Но что касаемо первых двух дней, пока большинство игроков ловило золотые ящики, я и многие другие ребята, которые поняли фишку этого режима, начали зарабатывать большие суммы кристаллов. И как и в этом бою, вы примерно увидите, сколько можно получить за обычную демку. И приблизительно там 30, да, 28 киллов. Как вы знаете, здесь 30 это максималочка. То есть, соответственно, до 30-очки, если там доходите, да, ну даже 25 условно бьете, уже довольно некисло получаете. Главное, конечно, это чтобы у вас было как можно больше тех самых голдоловов, которые бегают за золотыми ящиками, сомничтожаются, не бьют киллы. Ну а вы в этот момент по красоточке потихонечку-потихонечку фармите, фармите и еще раз фармите. Ну может даже и где-то еще, если вам там повезет, дополнительно еще и какой-нибудь золотой ящичек урвете, там контейнерик какой-то. Я вот тоже в этом режиме за голдами не ездил, но каким-то магическим образом два контейнера забрал, да. То есть там один раз мимо ехал, смотрю точка, думаю, ой ладно, давай-ка попробую, тут подожду, возьму. Ну хоп, беру контейнер, ну и потом еще раз там тоже был момент примерно похожий и тоже там забирал контейнер. То есть по сути даже не ловя золотые ящики у меня получалось их тоже забирать. Ну а что касаемо непосредственно дальнейших ивентов, да, понятное дело, что скорее всего этот ивент больше не будет появляться, но я бы все-таки хотел, чтобы разработчики придумывали новые. Потому что вот дважды или трижды была хопера рельса, которая, как по мне, вообще абсолютно не является актуальной и интересной. А вот если бы придумывали что-то подобное, да, может даже не с хопером, а с каким-нибудь там васпом-харьком, то в таких демках можно было бы, да, реально зарабатывать большое количество кристаллов. К сожалению, этот видеоролик выходит уже после всех этих ивентов. Но, как я уже сказал, это, наверное, один из немногих ивентов, который за последнее время мне реально зашел, понравился. И, ну, я определенно оценил, оценил его. И изначально, наверное, он мне не казался тем самым режимом, в котором можно заформить хорошие суммы кристаллов. Но после того, как я уже поиграл, посмотрел, понял всю фишку и всю суть, то есть для себя, можно, так сказать, решил, что лучше уж поиграть в этом режиме, нежели поиграть в обычном матчмейкинге на икс во фондах. И можно получать, то есть за одну такую битву примерно, как за две обычных по кристаллам, да. То есть опыта особо много не формишь, но кристаллов здесь, конечно, зафармливается прям нереально большое количество. То есть, если бы мне они еще бы очень сильно нужны были бы, то я бы, может быть, даже еще бы больше потел. Единственная проблема этого режима, то что здесь на чили и на спокухе особо не поиграешь. Здесь реально, ну, не самое простое вооружение. Хоппер и рикошет не так легко контролировать. И есть моменты, когда реально приходится жестко запотеть. И после где-то часа, может, даже двух игры в этом режиме уже довольно некисло так устаешь. И понимаешь, что лучше там пойти простую какую-то каточку покатать, там, передохнуть, либо отойти, да. И потом можно только продолжать. Я не знаю тех безумцев, которые без перерыва на этом режиме там фармили по 5-6 часов. Возможно, такие есть, но для меня этот режим показался, ну, не самым изевым, да. То есть, я, если уж старался набивать тридцатки, да, то приходилось некисло попотеть. Поэтому в этом плане даже дополнительный интерес был. То, что не такой уж простой режим, у всех одинаковое вооружение. Но при этом, чтобы зарабатывать первые места, надо было стараться, а не просто ездить в носу, ковыряться, грубо говоря, да. Минута до конца, у меня 24 килла. Это была довольно неплохая катка по киллам. Здесь, конечно, больше еще решает количество игроков, которые играют на киллы. Если их не такое большое количество, то это вам определенно в плюс. Как я уже сказал, больше голдоловов, больше фарма, больше прибыли. И поэтому я для себя, наверное, именно этот спецрежим, просто у нас будет еще спецрежим с Хори Рейса, который я вообще ненавижу и не люблю. То есть, я для себя могу сказать, что этот спецрежим реально показал себя очень даже грамотно. И надеюсь, что в дальнейшем разработчики сделают тоже акцент на какие-то новые спецрежимы, а не на ввод старых, которые не являются столь актуальными и интересными. Если уж подумать и постараться делать какие-то новые, то можно найти и еще, кроме Хопера и Кашета, условный, там, не знаю, молот, да, то есть, смока, еще что-то, да. Интересное, актуальное, на чем вы и я, в том числе, захочу катать. В общем и целом, за 28 киллов мы получаем за 7-минутную катку 7254 кристалла. Это является очень хорошим показателем за 7 минут. Сами вы, в принципе, можете поиграть, понаблюдать, сколько вы будете зарабатывать кристаллов за обычный бой. Да, я уверен, что вы, ну, такие большие суммы точно поднимать не будете. Хотя в этом спецрежиме можно было практически в каждом бою такие суммы кристаллов получать. Ну и, конечно же, подвести черту и итог данного ивента мы можем, забрав 7 ультраконтейнеров и открыв их в этом видеоролике. Поэтому я их уже для себя забрал. У меня, к слову, также имеется 82 обычных контейнера. Это значит, что совсем скоро открытие еще контейнеров у нас будет. Ну и открываем семерочку. Я не знаю, я уже в последнее время ни на что не надеюсь. Не говорю о том, что мне там что-то крутое дропнет. Не вижу вообще никакого смысла. Но подвести черту ивента, конечно, стоит. Потому что была такая ситуация, что у меня с первого ультраконтейнера сразу падало красное свечение. Но, как говорится, это только раз в год палка такая вот стреляет. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете вообще по поводу данного спецрежима. Понравился ли вам Хоппера Рикошет? Как вам вообще в целом ивент космический, который у нас уже полноценно подходит к концу? Не считая той супер игры, которая у нас идет. Ну и пишите, да, хотели бы видеть в ближайшее время какие-то новые спецрежимы. ДМки, может быть, не ДМки. Ну и если у вас есть какие-то определенные мысли по этому поводу, то можете написать, какой именно спецрежим вы бы хотели видеть в ближайшее время. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.